Добрый вечер! Хотелось бы сегодня ещё поделиться об одном таком литературном увлечении. Может быть, у кого-то ещё сохранилось это с детства. Я помню, как у меня родители выписывали очень много литературных журналов и газет. И даже частенько в 80-е годы вся переводика, которую мы выписывали, не помещалась в наш почтовый ящик. И до сих пор любимой газетой, подписной газетой, остаётся несколько изданий. И одна из них – это литературная газета. Вкратце хочу рассказать и поделиться, почему. Столько лет невозможно привыкнуть именно к электронной версии. А хочется держать в руках, читать, перечитывать данную газету. Одна из таких причин – это освещение литературных событий. А таких событий в нашей стране очень много. И вот два таких событий – это, которые прошёл книжный фестиваль, книжный салон в Санкт-Петербурге. Литературная газета как раз освещала это мероприятие. И книжный салон на Красной площади. Все события, которые проходят в нашей стране литературные, она старается освещать, давать оценку положительную, конечно. Здесь как раз на первой странице тоже всегда привлекает литературный рейтинг книг. Вот как раз вот здесь вот тоже есть. Хороший раздел в газете. Мне очень нравится. Это в самом середине название носит Невский проспект. Вот последняя статья как раз была «Живём по указу Петра». Есть на ютубе тоже такие ролики «Малые родины Большого Петербурга». Краеведческие. Так как по Санкт-Петербургу тематика очень тоже интересная. Очень хорошие статьи про железные дороги, как они строились, революционная Россия, кто принимал участие. Ну, хотелось вот так кратко поделиться своим таким вот кинемистическим увлечением. Может быть, кто-то и поделится. Может быть, у кого-то это тоже сохранились. Раньше были ещё газеты. Очень интересно, это книжное обозрение. Сейчас она, к сожалению, не издаётся. Но было тоже интересно в своё время. Ну, спасибо за просмотр. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова